Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала People Life. Меня зовут Нонна Муссолян. Со мной, как всегда, для вас из студии работает мой коллега Алексей Курбан. И на связи сегодня в скайпе с нами наш постоянный, ежемесячный, дорогой гость и эксперт, мастер нумерологии Владислав Грицай. Приветствуем тебя, Влад. Приветствую. Влад, не за горами месяц май. Сегодня дата записи нашего интервью 28 апреля. Мы имеем на входе двойку в основе месяца и тройку в цели на месяц. То есть это говорит о партнерстве, о каких-то переговорах, о каких-то социальных моментах, как я подозреваю. Расскажи нам, чем обернется месяц май, вибрации этих чисел, как будут влиять на Украину, на мир в целом, на людей? Смотри, тут очень важно заметить, что это не просто тройка, это тройка через число 12. А 12, как знаем, в таро-нумерологии, это энергия иного видения или аркан повешенного или жертвы. То есть поэтому здесь очень важно несколько аспектов учитывать. Первый аспект, он, пожалуй, самый важный, это состояние жертвы. 12-й аркан, он всегда сопровождается неким состоянием жертвы. Что это значит? Важно эмоционально, психологически, важно в своих разговорах, коммуникациях, общениях не впадать в состояние жертвы. То есть чтобы не было вот этого состояния, всё пропало, чтобы не было вот этого состояния, что, в общем-то, впереди нет никакого хорошего будущего. Это касается отдельно взятого человека, инфопространства и каких-то таких геополитических процессов. Как это может влиять на, в общем-то, мир? На мир это может влиять следующим образом. В этот период многие процессы могут зависнуть. Какие-то переговорные процессы, они как бы могут подвиснуть и не будет понимания, что дальше, как дальше все происходят. Какие-то процессы будут вылезать как провокации. То есть будет очень много информационного пространства, вбросов, будет очень много дискредитирующей информации. И здесь для обычного человека, который, в общем-то, не влияет, скажем, на ход каких-то исторических событий, очень важно себя ограничить от всякого рода информации. Потому что вот эта двенадцатка очень легко забрасывает в апатию, в депрессию, в состояние, где кажется, что всё, повторюсь, никакого впереди будущего нет. И вот эта вот двенадцатка, важно её перенаправить на какие-то креативные решения. Потому что в таранумерологии двенадцатой энергии называется «энергия иного видения». Это означает, что те обычные ситуации или обычные реакции на события, которые человек привык реализовывать, их нужно реализовывать абсолютно иначе. Поэтому это время творчества, это время общения с друзьями, это время взаимодействия с социумом, время, когда необычные такие проекты, о проектах заявляете во всём мире. То есть это период, когда нужно включить креативность, нужно включить нестандартный подход. И это касается абсолютно любой сферы. Что касается Украины, то я думаю, что такой период может забросить много инфоповодов, которые будут нас выбивать психологически. Поэтому повторюсь, что отключиться от всех этих телеграм-чатов, отключиться от всех этих новостных лент и заниматься своей психикой. Оберегать близких, заниматься с детьми, общаться с друзьями, общаться с родными, поддерживать друг друга. Потому что май по энергетике, если вы помните, последний раз, когда у нас была двенадцатка, это был июнь месяц в прошлом году. Помните, июнь был очень напряжённый. Вообще был один из самых напряжённых месяцев, если мы не берём февраль в прошлом году. И помните, сколько было грусти, сколько было печали в пространстве. Казалось, что союзники бросили, на фронте ничего не происходит, психоэмоционально было падение. Я помню, в то время очень многие волонтёры эмоционально выдохлись. Вот нечто подобное может происходить в мае. И очень важно в этот период находить ресурсы психологически, просто держаться вместе, быть группами с людьми, которые вас понимают и просто даже на уровне слов могут поддержать или там просто приобнять. Это очень важно. Май месяц психоэмоционально может сильно выбивать. Влад, короткий вопрос, ещё встречный возник во время интервью. По поводу информационного поля мы поняли. У нас, к сожалению, с Алексеем не получится не штудировать телеграм-каналы новости. Мы работаем на новостном канале. Как вибрации майя отобразятся на личных отношениях? Вот уходим сейчас от темы войны. Тема партнёрских отношений или отношений, ведь люди живут, и сейчас кармический коридор затмений. Могут ли пары выходить на новый уровень? Могут ли пары расходиться? Что будет происходить в теме партнёрства личного? Сказать так, что в теме партнёрства вряд ли будет очень много резких изменений, по крайней мере в начале месяца. Ближе к июню многое может меняться. Но 12-ка, она в большей степени углубляет людей в чувства. Да, будет много откровенных разговоров, будет много новых каких-то решений. Но 12-ка из-за того, что мы нуждаемся в поддержке, из-за того, что мы нуждаемся в теплоте и близости друг с другом, будет очень сложно разрывать отношения. Да и в целом я скажу так, что 12-ка из-за своей апатии, из-за своей депрессивной такой энергии, может гиперболизировать проблемы в теме отношений. Поэтому скажу так, что общайтесь, будьте ближе друг с другом, но всё на своих местах расставит месяц июнь. Больше июнь — это 13-ка, и это про резкие решения, это в том числе про разрывы, про переходы на какие-то новые уровни и так далее. 12-ка всё-таки — это время, когда нужно держаться в стайках, время, когда нужно давать друг другу заботу и тепло. Супер, хороший совет и для пар, и даже для тех людей, которые не имеют пары, чтобы создать пару с самим собой, тоже важно. Владислав, а меня интересует число 5-е-0-5-е, которое совпадает ещё с днём лунного затмения. С точки зрения нумерологии, что этот день будет нести нам 5-го мая? О, это интересно, потому что если мы просчитаем нижний ряд, то получится 17-8-7-7. То есть в этой дате сразу три семёрки. Что такое три семёрки? Комбинация трёх семёрков, я её называю конструктор реальности. Это день, когда вы можете перестроить любую сферу своей жизни очень резко. Этот день ещё плюс затмением совпадает. Поэтому мы понимаем, что это день очень хорош для духовных практик, для работы с прощением, для планирования, для завершения прошлого. То есть три семёрки — это комбинация, она ещё и стоит в основе, и в итоге 17-8-8 — это так или иначе про карму, про перестройку всех причинно-следственных связей. Поэтому любые духовные, любые трансформации, любые состояния, где вы можете резко в своей жизни что-то поменять, именно для себя, это не про отношения, это про себя. Это кто есть я, чем я занимаюсь, куда иду. То есть это такие вопросы, которые, скажем, фундаментальные вопросы. Кто есть я, кто есть Бог, какие у нас отношения между собой. Вот эта сфера действительно 5 мая 2023 года может быть очень резко реализована. И человек, знаете, его может осенить, может внезапно прийти понимание, зачем я делаю то или иное действие, что я сейчас вообще делаю, почему и кто я такой. Это классный день именно для духовных поисков, для работы с учителями, для работы с терапевтами и, в принципе, для работы с собой на уровне души, психики и на всех остальных уровнях. Очень круто. Мне больше всего понравилось, что этот день может осенить. Поэтому, друзья, если вы проснулись 5 мая и поняли, в чем ваше призвание, или вас куда-то потянуло, то прислушивайтесь к своей интуиции обязательно. Хорошо, идем дальше. Влад, хотелось бы обратиться, конечно, к твоей авторской прекрасной колоде. Это уже традиционно. Разбить. Можем ли мы разбить месяц мая на 4 такие, скажем, отрезка времени с 1 по 7, с 8 по 14, с 15 по 21 и с 22 по 31 мая, там уже последняя декада будет решающая, и посмотреть, какие нас могут ожидать события, новости. И нас, я имею в виду, мы говорим об Украине. Хорошо, тогда 1 и 7, да, какой период. Посмотрим тремя картами основные события, основные важные какие-то. То, что будет просить. Так, интересно, смотрите. Выпадает три карты. Это Коваль, Мыру Творать и карта Звук Светло. Я думаю, что это тот период, когда мы будем видеть хорошее, хорошее, какие-то успешные действия на фронте. То есть для нас это хорошая карта. 25-й Аркан – это Казак Характерник. Поэтому я думаю, что мы здесь будем слышать хорошие новости. Прорыв, не прорыв, но какие-то, возможно, даже неожиданные события на фронте мы здесь ждем. Ну, кстати, это и логично. Перед 9 мая для РФ должно быть некое событие, которое их должно встрясти. Да, хорошо, идем дальше. 8-е, 14-е, да? Да, да, да. 8-е, 14-е мая. О, к сожалению, показывают, что здесь какие-то будут разрушения. К сожалению, показывают... Да, здесь башня и луна, то есть здесь возможны жертвы. То есть здесь, к сожалению, причем это или массовый обстрел какой-то будет, причем, к сожалению, с разрушением домов и возможными жертвами. Поэтому такой опасный период, и в том числе на фронте. Будет, знаете, как, грубо говоря, за каждый метр борьба и тяжелый. Тяжелый. Это вполне вероятно, что это будет один из самых тяжелых периодов, в принципе, за несколько месяцев. Хорошо. 15-е, 21-е, да? Майя. Да. 15-е, 21-е мая. У нас выпадает Блазань, Кутыгорошко и Солоха. Какое-то... Не сказать, что это время затишье, но это время, когда будут какие-то переговорные процессы. Скорее всего, лидеры будут поднимать вопрос Украины. Возможно, не знаю, может быть, там будет Рамштайн. Ничего не слышно. Я просто не следил в среднее время за новостями так полноценно. Но здесь есть какие-то события, которые влияют на ход истории, на войну. Причем события связаны на международном уровне. Какие-то будут договоренности важные. Посмотрим. И 22-е, 31-е, да? Четвертый отрезок мая. Да, это последняя декада. Там даже 10 дней пока получаются. ЗМИНЫ и Котогорошка. Здесь тоже большая вероятность хороших прорывов на фронте для Украины. Сонечный день меньше стоит вместе со ЗМИНами. Это означает, что здесь могут быть хорошие успехи. Плюс карта Котогорошка. Здесь побежденные ЗМИ. Значит, что в этот период должны быть хорошие новости. Возможно, или освобождение каких-то городов. Или прорывы очень серьезные. То есть, я думаю, что это будет хороший, успешный период для Украины. У меня был следующий вопрос на тему того, какие события. Могут ли в мае произойти какие-то события, которые будут влиять в долгую на судьбу Украины? И вот в последней декаде была карта о том, что могут. Могут быть какие-то договоренности. Просто короткий вопрос. Если это будут договоренности, то о чем могут быть такие договоренности? Как скажут твои карты? Которые будут в длинной перспективе, в долгой перспективе влиять на судьбу нашей страны. Мы родворец и солнечный день, карта выбора. То есть, знаете, может быть, даже будет какой-то элемент о переговорах. То есть, мы все равно слышали об этом вот настолько четко, отчетливо. Я скажу, что вполне вероятно, что в конце мая снова заговорят о переговорах. Мы сейчас не говорим о том, что это хорошие, плохие условия. Просто, скорее всего, будет некий гарант, гарант, мы родворец, который, если и не позволит полноценно договориться, то, по крайней мере, выступит в качестве некой третьей стороны, которая снова заявит очень громко о том, что нужны переговоры. То есть, поднимется тема переговоров на новый уровень. Поэтому, да, ждем. Вот, супер новость. Переговоры на новый уровень, с того уровня, на котором они сейчас есть, приблизительно нулевой. Если поднимется чуть выше, это будет уже хорошо. Но ждем всех событий, которые происходят сейчас в тайных планах, условно говоря. Окей, идем дальше, но напрошу. Влад, с точки зрения, не знаю, нумерологии, тут больше, скорее всего, мы обратимся к нумерологии, чем к Тару. Но ты сам, естественно, принимай решение, как отвечать на этот вопрос. Есть такие постсоветские праздники, как 1 мая и 9 мая. Понятно, что менталитет постсоветский мы знаем, у кого, а у кого более уже европеизированный. Но какое значение имеют эти даты, 1 и 9 мая, для Украины и для России? И какие есть отличия в этом? Имеется в виду отличия по восприятию? Или что имеется в виду? Просто, чтобы я понимал. Да, смысловой нагрузки, да. Какая штука. Тут нужно понимать, что исторически 9 мая, особенно, я сейчас не говорю про 1, 1 это все-таки больше вопрос такой чисто политический, 9 мая ментально еще какое-то время будет считаться определенным важным днем. Я объясню. Ну, то есть, как бы там ни было, но наши предки, украинцы, очень многие воевали. И очень многие 9 мая воспринимали как день памяти. Я не воспринимаю 9 мая как день победы. Для меня это день памяти. 8-й, 9-й, это дни памяти. Дни, когда мы почитаем наших предков, почитаем наших дедов, прадедов, прабабушек, которые отдали годы молодости, годы своей жизни для того, чтобы фашистский режим тогда не прошел. И сейчас, по сути, то, что делает ЗСУ, продолжает те же традиции. Делать все, чтобы фашистский русский режим, опять-таки, не распространился на Европу. То есть, последователи Гитлера, фашистская Россия, сейчас, собственно, продолжают тоже. И 8-й, 9-й мая, это день памяти. Для меня, как будет праздноваться? В РФ это будут пьянки, это будут гулянки, это будут какие-то салюты, это будет какое-то состояние эйфории и иллюзорной победы. В Украине это будет день памяти. И вот в этом тоже разница восприятия, разница ментальности. Есть ли вероятность, что 9-го мая могут грохнуть, убрать, не знаю, если это возможно теоретически, Путина на параде, чтобы потом сказать, что вождь уже не с нами, и мы сдвигаем как-то траекторию своей страны в совершенно другую сторону. И Путин, таким образом, со всеми почестями, тот Путин настоящий, который есть, может себе уйти тихонько, не забыть ее, и в бункере тихосенько себе дожидаться смерти. Каким будет 9-е мая для Путина? Смотрите, интересный вопрос, но для этого очень важно разобрать психотип Путина. Для него потеря имени это самое важное, это самое сложное, это самое невероятное, что он может прожить. Плюс нужно понимать, что в РФ такое ментальное состояние, что уход вождя – это сразу же беспорядки. Поэтому я не думаю, что это возможно. Я посмотрю по картам, то есть вот о таком раскладе. Выпало почему-то 4. Не, показывают, что власть на месте цикличная, она постоянно развивается. То есть вот такие вот карты показывают. Не вижу, скажем, реальных для этого причин и возможностей. Что касается того, каким будет 9-е мая для Путина… Вот, отлично. То же самое. Выйдет на парад, скажет какое-то слово, прочитает, еле-еле будет понятно, о чем он говорит. Скорее всего, будет читать двойник, как в прошлом году. И, в общем-то, все как обычно, ничего особенного. Никаких радостных для нас новостей. Увы. В мае есть еще две ключевые фигуры у нас в Украине. Это залуженный и президент Зеленский, которые часто ставятся в один ряд. В мае угрожает ли им какая-то опасность? Начнем с залужного. Есть ли какая-то опасность? Скажу так, что змины и катагорошка показывают, что в реальной перспективе есть некий план, направленный против залужного. Но технологии говорят о том, что сейчас такой уровень просмотра, сейчас такой уровень контроля, что это на залужном никак не отобразит. Сейчас посмотрим про Вадима Розеринского. Та же история. И вот здесь нужно сказать, что, ох, как интересная карта. Смотрите. Карта говорит о том, что есть вероятность в мае для Вадима Розеринского какие-то вопросы по здоровью. И если не про предательство, то некие разочарования в близком окружении. То есть, действительно, май для Владимира Розеринского может стать важным и может стать таким месяцем, где мы будем наблюдать отставку или, скажем так, изменение близкого окружения Розеринского, президента Владимира Розеринского. Влад, у тебя вопрос как к коучу, как к человеку, который консультирует и проводит работы с людьми, личные вопросы помогает решить, выявить. Сейчас накопилась уже усталость у украинцев, естественно. Как поддерживать друг друга? Как не срываться, не агрессировать? Как ты чувствуешь, как сейчас дух у людей, вот в сравнении с 2022 годом, если раньше было всё более оптимистично, то сейчас, естественно, за полтора практически года уже по-другому ресурс ощущается. К сожалению, вот эта война, она очень многих побивает, это естественно. То есть, человеческая психика так устроена, что такая игра в долгу, собственно, и рассчитывает фашистская Россия, она истощает, она создаёт неуверенность. К сожалению, вылезает вот эта история со зрадофилами, которые ищут везде зраду и пытаются навязать какие-то свои виды и расторить социум, к сожалению. То есть, технология разделяя властвую, которую РФ всегда применяла, она, опять-таки, к сожалению, сейчас работает. Поэтому я и говорил о том, что минимум новостей, больше проводить времени с близкими, больше проводить времени с людьми, в поле которых ты чувствуешь себя безопасно. Дети, родные, друзья очень важно. Важно творчество, совместное занятие творчеством, совместное изучение чего-нибудь, совместный просмотр фильмов, потом обсуждения. То есть, какие-то простые вещи, которые максимально сближают и максимально выводят этот фокус внимания на что-то новое. И что очень важно, что сегодня поймал себя на мысли о том, что, к сожалению, психика так работает, что когда мы сейчас слышим про жертвы, а сегодня были жертвы, к сожалению, ночью, снова путинский фашистский режим атаковал Украину. И, к сожалению, пришло состояние, где эмпатия уже не то чтобы отключена, она уже не реагирует на это. И мы стали черствее. Понятно, что психика таким образом защищается, понятно, что психика таким образом сохраняет свои силы и энергию. Но в такие ситуации я всегда рекомендую донатим на ЗСУ, звоним близким, желаем им всего хорошего, желаем им всего самого замечательного, бережем свое здоровье, занимаемся самыми простыми, понятными вещами из серии. поиграть дома или посмотреть какой-то сериал, выключить голову или заняться какими-то повседневными домашними делами или бизнесом, позвонить, договориться о каких-то вопросах чисто финансовых и деловых. И вот такие простые, понятные вещи. Знаешь, как мы всегда ищем что-то сложное, но когда мы находимся длительное время в такой стрессовой ситуации, как раз самые простые, понятные дела, они нас держат на плаву и немножко даже обманывают нашу психику в том плане, что создают условия для нашего обычного существования и приближают к нас к нормальной жизни. То есть убираясь дома или смотря какой-то сериал, человек на время отвлекается от того, что происходит. И это нормально, потому что психика не может жить в постоянном направлении. Такие простые вещи, простые повторяющиеся действия, вещи систематические, они будут нас выводить время от времени в нормальное состояние, и в этом состоянии мы будем восстанавливаться. Поэтому просто всё, что восстанавливает, всё, что является ресурсом, особенно общение с детьми особенно, или общение с нашими близкими, родными, друзьями, это то, что вам сейчас всем нужно. Ищет творчество. Мы говорили об этом в самом начале, 12-го, тем более об этом. Там все есть картины, по-моему, порисовать, попеть, какой-нибудь вокальный курс взять и просто попеть для того, чтобы отвлечься. Или пойти на гончарное какое-то ремесло, немножко руки сбросить вот это напряжение. Простые повторяющиеся действия и не зависать постоянно на новостных лентах. Потому что мы таким образом только включаемся, через этот триггер ещё больше проживаем те ужасы фашистской России, которые сейчас над нами нависляют. Как раз на эту тему вопрос. На данный момент, дата на записи нашего разговора, 28 апреля, на данный момент 16 погибших в Умане. Хотел спросить, пока и карты у тебя в руках, и пока мы так об этом заговорили, в мае возможны повторения чего-то такого, вот неожиданного, как в Умане. Ведь об этом тоже ни один мастер не предупреждал. А это суперважное, трагичное событие. Даже если что-то будет неприятное, лучше озвучить, какой регион, если мы возьмём, раскинем там буквально на четыре карты, юг, север, восток и запад нашей страны, какой регион будет находиться в спокойном состоянии и в каком могут быть подобные происшествия? К сожалению, прилёты и вероятность смерти карты показывают, да. То есть вот такие подобные массовые, к сожалению, да. Посмотрим регион. Давайте посмотрим. Запад Украины, в принципе, запад Украины должно быть всё в порядке. Север как-то, ну, вот в таком спокойном состоянии. Центр, и здесь Киев. Я думаю, что здесь будет плюс-минус нормально работать ПВО. Юг, к сожалению, идёт под влиянием, и понятно там, видите, какой образ. То есть здесь влияние фашистской России будет большое, и здесь обстрелы продолжатся, но, к сожалению, знаете, как, когда мы слышим новость о том, что бомбят Херсон, к сожалению, это уже воспринимается как, если не обыденность, то уже не выпадет каких-то таких эмоций, к сожалению. Ну и вот, интересно. А вот здесь, на Востоке возможны какие-то, как раз, переговоры. Это очень интересно. Поэтому опасность есть, потому что слово — это такая карта, которая... Но специально проверил, есть Мэру Форец, и здесь что-то может очень поменяться. Причём что-то очень, опять-таки, неожиданно. Интересно. Будем наблюдать. Я, в основном, даже интересно. Я не могу до конца понять смысл, о чём сейчас идёт речь. Что-то очень интересное. При том, что напомню нашим зрителям, ну и нам с вами, что перед этим был расклад, когда мы делали на все три декады месяца. Как раз во второй декаде карты, расклад на картах показал, что это будет самый тоже такой тревожный, тревожный период этого месяца. Возможно, оно всё, всё в этом месте и сходится. Прячемся, прячемся во время воздушной тревоги и бережём друг друга. Буквально ещё два вопроса. Нона, прошу. Влад, хотим задать тебе вопрос не только как нумерологу, который умеет на метафизическом, цифровом языке анализировать те или иные события, но поскольку приоткрою немножко завесу нашим зрителям, кто не знает, Влад в прошлом, политтехнолог, что на самом деле со здоровьем Эрдогана? Это правда, вот то, что пишут в паблике, или это всё-таки политические игры? По здоровью Эрдогана, ну, всё будет хорошо, но ситуация может повториться ближе к осени. То есть, есть вероятность того, что Эрдоган, будучи достаточно сильным, мощным, стабильным политиком, к концу года его статус может поменяться в Турции. Он ещё влияет? Он может влиять на Путина? Вот просто даже не к картам, не как к нумерологу, к тебе как? Влияет, но он поменял к нему отношения, он его сейчас считает полноценным самодуром. А то, что он не приехал к нему на открытие, не помню уже чего-то, это тоже? Да, это показатель просто силы, то есть, показатель силы из-за того, что если ты не идёшь на коннект, то о чём с тобой туда говорить? Он как самодуром, что, собственно, как бы оно и есть. То тогда человека просто изолируют все, и в последнее время очень такое слово часто встречается нерукопожатный. Рукопожатный. Да, становится. Хорошо, ещё вопрос про выборы в Штатах. Джо Байден остаётся ли Джо Байден на второй срок, пойдёт ли он, может ли он это сделать, и как эти выборы будут кардинально влиять, будут ли кардинально влиять на жизнь в Штатах, потому что там и Трамп баллотируется. В общем, выборы в Америке и повлияют ли в результате на Украину все эти выборы. В 2024 году, правильно? в 2024, в следующем году. Скажу так, что пока по плану да, но где-то 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 ноябрь месяц этого года будут поменять. Ну, мы очень далеко смотрим, то есть пока это очень вопрос, который рано просматривать. Слишком много моментов ещё будет меняться летом, потом осенью. Поэтому этот вопрос неактуальный. Ну, просто тогда вопрос к тебе, как к человеку, как к политразбирающемуся в этом. Джо Байден может теоретически ещё на второй срок пойти? Потому что по его физическому состоянию, возрасту, ему 80 лет, кажется, что это его дотягивают сейчас. нет, на самом деле я скажу такую вещь очень интересную. Как только Джо Байден зашёл на пост, он действительно был менее популярен, менее имел вес, нежели сейчас. Потому что вопрос, когда началась война, он себя проявил так, как от него не особо отождали на самом-то деле. И вот он благодаря поддержке Украины, благодаря своей не то чтобы такой позиции нейтральной, но скажем более активной, нежели обычно США себя проявляет, он получил признание. То, что творит сейчас Трамп, это как раз позиция человека, который потихонечку сходит с ума. Потому что об этом уже время от времени поговорят, но у Трампа действительно начинается сдвиги чисто психологического плана, и не факт, что он будет баллотироваться как раз, я думаю, что его не допустят, потому что у него периоды, когда, даже с точки зрения нумерологии, когда здоровье, именно психологическое, начинает подшапывать. И мы это все прекрасно наблюдаем. То есть, если раньше он был просто весельчаком, который запускал процессы, то сейчас его слова, его какие-то действия, поступки, они просто не соответствуют тому, каким он есть. И это свидетельство его, скажем, проблемами очень серьезными. Последнее даже, то, что он пародировал Байдена на сцене, выступая, закончив выступление, Трамп начал пародировать Байдена в том, что куда мне выйти, куда я могу уйти со сцены. Все смеялись, все понимали, в чем прикол, но это неподобающее поведение кандидатов, президента Соединенных Штатов в Америке. Что подтверждает, что подтверждает твои слова. Владислав, спасибо тебе большое за содержательную беседу, спасибо за расклады, спасибо за разъяснения, благодарим тебя, что нашел на нас время и с радостью ждем разговор в студии. До встречи, спасибо. С нами на связи был мастер номерологии Владислав Грицай, подписывайтесь на все его соцсети, ссылки мы оставим под этим видео. Если у вас возникли вопросы во время нашей беседы, оставляйте их в комментариях. На этом пока что все, держимся, все обязательно будет хорошо, увидимся в следующих выпусках. Пока!